Я очень рад, что мы можем собраться вместе. Я очень рад, что мы можем праздновать шаббат, праздновать Божие присутствие, Божие воскресенье из мертвых, что мы такие прекрасные люди, знаете, в Господе. Перед тем, как я хотел сказать слово, я вспомнил сразу одну вещь. Кажется, так, знаете, несколько дней назад я смотрел передачу, в которой говорили о том, как бы раскрывали внутренние интриги политических деятелей здесь, на Украине, почему там кто-то ходит из одной партии в другую, почему по вечерам они собираются, где-то там на Банковской, что их заставляет это делать и все остальное. Но я, как журналисты, высматривали этих депутатов, которые по вечерам бегали в президиум, или там в резиденцию президента, и их спрашивали, а что вы там делаете? И вот никто из них не хотел что-то отвечать, что он там вообще делал. И я подумал, а на самом деле, а вот почему мы здесь находимся? Знаете, вот почему мы находимся в собрании? Почему приходим на собрание? Что мы от него хотим? Вы, наверное, как журналисты, будете говорить. Но на самом деле, а Господи, а что рэбэ пытается здесь сказать? Чего мы сюда приходим каждый шаббат, приходим на собрание? И я понимаю, что фактически нам нужно говорить, почему мы собираемся. Я верю, что если бы все законы, которые сегодня пишутся, либо обсуждаются в парламенте, было доступны людям, наверное, меньше было бы вопросов, или наоборот, меньше было бы противления в народе. Если бы открыто говорить о том, куда мы идем, к чему наша цель, какие достигнуты нами пределы, что мы смогли сделать, наверное, людям информация помогала бы дальше выживать, стоять тверже, надеяться, поддерживать все. Я верю в это. Поэтому, когда мы собираемся вместе, я хочу вам сказать, что в первую очередь мы собираемся по одной причине. Это поддержать друг друга. Видя друг друга, мы можем поддержать друг друга добрым словом. Мы можем сказать молитву друг за друга. Мы собираемся здесь не просто попеть песни или почитать Тору. Мы собираемся на самом деле как организм, о чем говорил сегодня Виктор, структуру, в которой мы можем быть поддержкой друг другу. Узнать о близких, о родных, тех, кто заболели, приболели, либо нуждаются в каких-то материальных помощи. Мы друг другу здесь, чтобы помогать и непосредственно быть наученным. Если не говорить о тех законах, которые написаны здесь в Писании, мы не сможем их применять в жизни. Поэтому собрание для того, чтобы мы могли научиться услышать и применить непосредственно на практике то, что мы слышим здесь, и включая это в духовное состояние. Знаете, уже в течение нескольких недель я продолжаю цикл. Цикл проповеди, которая связана с блудным сыном. И тема простая была. Был мертв и ожил, потерян и найден. И уже три таких послания, которые мы говорили. Борьба верующего человека, с чем мы, как верующие люди, боремся. Борьба младшего сына. В прошлый раз мы говорили драчуны. Вот такое послание драчуны. Борьба старшего сына. И в этой истории есть еще одна личность. Это личность отца. Об этой личности я бы хотел сегодня говорить и, наверное, закончить этот цикл. Потому что фактически на эту тему можно говорить бесчисленное время. Но на самом деле я хочу, чтобы вы понимали, что непосредственно тема самой притчи заложена о любви отца. И тема моя сегодня – страдание отца. В чем страдание? В чем борьба отца, который ожидал сына? И вот, знаете, это моя, наверное, самая, может быть, интересная тема. Потому что отцовство, а вопросы отцовства всегда, они актуальны. Вопросы отцовства для нас, они практичные и поучительные. Но одна проблема с отцовством. Мы никогда не хотим воспринимать все всерьез. Вот даже если будут какие-то конференции, какие-то, может быть, практические действия для нас, для отцов, мы навряд ли будем это воспринимать очень явно. Вчера во время шабата, уже к концу шабата, позвонил по скайпу мой тесть Михаил Давидович. И, как всегда, начал делиться со своими новостями из рассеяния, так называют, дальнего рассеяния. Он рассказал о том, что наш сын уже собрал свои вещи, его отвозят в аэропорт, что скоро вы увидите его в Одессе, и начал говорить о всех остальных проблемах, сущностях их жизни, как должно ли, свойственно старикам. Знаете, вдруг в этот момент я словился на мысли, «А ведь скоро, Михаил Давидович, ты станешь праотцом, ты станешь прадедом». Каково оно? Каково оно видеть четвертое поколение своих близких и родных? Каково, я вот думаю, каково оно будет увидеть Натаниэля? Ведь он сможет его увидеть. И я думаю, какие судьбы будут у этих двух личностей? Что выпадет на долю моего сына, как отца? И, знаете, по-честному сказать, я, наверное, сам не готов стать дедом. Какова судьба будет Натана Романовича в том, кем он будет? Какое призвание в его жизни? Вот эти вопросы всегда нас беспокоят, но в сущности это то, что связано с отцовством. Отец, кто он? Что связано с этим именем? Что он переживает? Ведь фактически мы, как родители, я, как отец, мы не эмоциональны, мы более прагматичны во своих решениях. Мамы, они такие у нас истерички такие постоянно. Там, ааа, что-то происходит, ооо, там все такие моменты. Там где-то там палец поломал и все, уже в оморок падает. Отцес говорит, а ладно, мы вставим его обратно. И вот все. Нормально. Без проблем. На самом деле, давайте мы вместе откроем то местописание, где мы остановились. Это Луки, 15 глава, где мы изучаем эту историю отца. И прочитаем вместе. Луки, 15 глава, с первого по третий стих. Мы не будем читать другие какие-то местописания, то есть изучать. Мы практически останемся на этой главе для рассмотрения всех этих внутренних вопросов. И читаем с первого стиха. «Приближались к нему все мытари и грешники, слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и есть с ними. Но он сказал им следующую притчу». И Ишуа говорит три притчи, мы уже говорили об этом, которые связаны одна за другой. Притча о пропавшей овце, Драхме и сыне. Я думаю, что это не случайность, потому что здесь заложено несколько таких фундаментальных вопросов. Потери человечества как таково. Каким образом возвращать это потеря на человечество? Какие личности в этом участвуют? Смотрите, Ишуа отвечает на вопрос или же на ропот фарисеев и книжников. Ведь грешники и мытари, то есть те, кто собирали налоги, они приходили к Ишуа. Они стремились услышать от него то, что необходимо для внутреннего восстановления, для того, что их беспокоило. И вопрос у меня, насколько книжники и фарисеи хотели быть рядом с Ишуа? Наверное, тоже хотели бы. Очень близко, потому что они роптали. Когда люди ропщат? Когда они рядышком? Когда встречаются со мной люди и они говорят, Ребе, ну как вы можете с этими людьми общаться? Ну они лгут вам. То есть некоторые ропоты они высказывают. Фактически непосредственно были рядом с Ишуа. Поэтому эти три притчи относятся и к фарисеям и книжникам. Смотрите, с чего начинается страдание отца? Наверное, с того, что дети его для отца, для меня и для любого отца в этом мире, первое, они бесценны. Кто может сегодня оценить жизнь вашего ребенка? Кто может поставить ценник на жизнь вашего ребенка? Может, в этом мире и продают детей. Может, у них есть там распродажа детей в сторону сексуального рабства, работ и так далее. Но в сущности, какова цена ребенка? Она бесценна. И вот здесь начинается конкретно эта притча. Ишуа начинает свою притчу отвечать фарисеям на их ропот о том, что грешники и мытари, они приходят к нему, и он принимает их спокойно и говорит. Сказал им притчу. Скажем, я буду читать из перевода Кулакова. Если вам интересно, это очень интересный сам перевод. Он более выразительный, на мой взгляд. Некоторые слова, которые не высказаны в синодальном, сильно дальнем переводе, но в синодальном они важны тоже. Скажем, у кого-то из вас есть сто овец, и он потерял одну из них. Не оставит ли он девяносто девяти на пастбище и не станет ли искать пропавшую, пока не найдет ее? Когда ему удается найти, он радуется, кладет ее себе на плечи и, возвращавшись в свой дом, созывает друзей и соседей и говорит им, «Порадуйтесь со мной, я нашел свою потерянную овцу. Говорю вам, что также на небе будет большая радость об одном кающемся грешнике, чем о девяносто девяти праведных, у которых нет нужды в покаянии». В этой притче Ишуа отвечает на ропот фарисеев о том, почему он встречается с грешниками, с потерянными людьми. Ишуа здесь называет себя пастором. И вы услышите, он пастор, потому что Иоанн 10 глава 11 стих говорит Ишуа о себе, «Я есмь, пастырь добрый, добрый пастырь полагает жизнь свою за овец своих». Добрый пастырь, он полагает свою жизнь. Очень часто мне говорят, «Рэбэ, ну вот люди потерянные, мы как пастырь, вы должны его пойти, искать и сделать, вернуть каким-то образом людей». Вы знаете, я, наверное, не смогу сравниться с Ишуа. С Иисусом сравниться невозможно. Потому что в этой притче он говорит, что у пастыря 100 есть овец. И когда одна из них, он не засчитывается одной из них, он идет за своей овцой, и он ищет ее, полагая свою жизнь за нее, рискуя собственной жизнью перед опасностями, без посторонней помощи. Вы должны понимать, что здесь Ишуа говорит, что он пошел, он никого не заставил, он никого вместо себя не послал, он есть пастырь добрый, он идет и сам ищет, он не нанимает кого-то в поиски, потому что только он знает ту овцу, которая не досчиталась, он знает, как ее зовут, знает, как все волосы на ее спине, будем говорить так, посчитал. И он конкретно знает каждую из них. Без посторонней помощи Ишуа совершает наше спасение, мое, и мне это приятно слышать, что мое спасение Ишуа совершил сам, без чужой помощи, без вмешательства извне. Послание к евреям, 1.3, говорит, «Сей, будучи сиянием славы и образа апостаси его, и держа все слова силы своей, совершил собою», то есть сам, без чьей-то помощи очищение грехов наших. Ишуа, пастырь добрый, он ищет грешников, он и сам лично взял на себя эту ответственность. Послание к евреям, 2.18, говорит, «Ибо как сам он претерпел, он сам терпел, он сам страдал». Послание к евреям, 13.5, говорит, «Имейте», там есть половина, прочитаю 5 стиха, «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину». Он сам взял на себя эту ответственность. Исайя, который говорил о страдании Мессии, также предсказывает то, что он лично, нечто мессианское пророчество, которое говорит о том, что Бог сам захотел спасти нас, желал это. 59 глава, 16 стих. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его». Другими словами, он взял на себя ответственность, с одной стороны, и соединил человечество с прощением Божьим, то есть соединил в отношениях воссоединения, взаимоотношения между Богом и человеком. У меня нет времени делать много комментариев по этому поводу, вот этих стихов, которые я вам сказал. Но я знаю, что сам Ишуа пришел в этот мир, чтобы лично за меня умереть на Гоговском кресте. Послание Отца, любовь Отца. История отца и дочери, которую, хочу вам сказать, произошла после Первой мировой войны. Фактически, я как понимаю, что Соединенные Штаты втянулись или вошли в коалицию во Первой мировой войне, как во Второй, и по причине некоторых перемен. Фактически в конце 17-го года, или в мае 17-го года, Соединенные Штаты берут и присоединяются к борьбе против немцев. В 18-м году они продолжают работу в Европе. Наверное, понятно, что, видя опасность с Востока, со стороны переворота, большевистского переворота, они пытаются помочь Европе избежать тех же проблем. И миллионы бездомных детей остались на улицах. Они начинают строить детские дома с некоторыми условиями. И вот в один из таких детских домов приходит истощалый, измученный мужчина, приведя в руке за собой девочку, которая еле-еле могла передвигаться. И он говорит, вы примете мою ребенка к себе. И комендант детского дома говорит, а кто она вам? И мужчина говорит, это моя дочь. В ответ он услышал такое, извините, по правилам, которые мы подписали сегодня в коалиции, мы можем только принимать детей, которые не имеют родителей, что мы не можем принять вашу дочь, несмотря на то, что так все трудно. Этот мужчина, который был в истощении, он говорил, подождите, я много времени провел в концлагере, у меня нет сил, я болен, у меня нет здоровья, чтобы пропитать мою дочь. Если она останется со мной, я не буду способен предоставить ей ничего. Она умрет просто из-за того, что я у нее есть. И комендант говорит, подождите, мы ничем вам помочь не можем. Он возмущенно говорит, вы хотите сказать, что если бы я умер, если бы меня не было, то вы бы приняли мою дочь, вы бы ее накормили, вы бы ее одели, дали ей бы кровь, кровь над головой, и она бы жила? И говорят ему, да. Он обнял свою дочь, взял ее руку и вставил в руку коменданта, и говорит, я за это позабочусь, об этом позабочусь. Вышел и наложил на себя руки. Я этот пример сделал, потому что что-то подобное произошло две тысячи лет назад, когда человечество было на грани исчезновения, морального исчезновения, когда пришло время полноты Божьей. Ишуа спросил отца, если, скажи, пожалуйста, если, если я умру, они будут жить? Потому что за грех платилось кровью. И Бог говорит, да. Вы знаете, Ишуа сказал, я по этому позабочусь. Мы дороги и бесценны. для Него. И Ишуа совершил это, потому что Он оценил нас. Какой ценою? Неоценимой. Родители, отцы переживают за своих детей, потому что дети для Него значимы. Они значимы для Него. Ценность и значимость детей. Я продолжаю притчу. Дальше. 15 глава Луки 8 по 9 стих. Тот же перевод Кулакова. Или еще такой пример. У женщины было 10 серебряных монет. И если она потеряла одну из них, и не зажжет ли она светильник, и не станет ли подметать в доме, ища усердно, пока не найдет. и когда найдет, то созовет подруг и соседок и скажет «Пойдите со мной, я нашла свою потерянную монету». Слово «свою потерянную монету». Драхма. мы понимаем, что это особенное, драхма какая-то, но на самом деле там была серебряная монета, не золотая, не бронзовая, не деревянная, деньги есть у кого-то, но серебряная, имеет свой смысл, плюс монета, на которой есть гравюра того царя или же управителя той страны. Очень важно, потому что Ишуа делает тот же притчу о том потерянной драхме, о том, что женщина, которая ищет эту драхму, она особенная, она принимает очень много времени и употребляет времени для того, чтобы найти то, что ей очень дорого, и поэтому она говорит, я нашла свою потерянную драхму. Ишуа говорит об этой притче, указывая на то фарисеям, что он собирается с мытарями, те, кто собирает налоги. У меня бы тоже, наверное, было вопрос сегодня к налоговой инспекции. Сколько можно собирать налоги, когда так все изменится? Но на самом деле Ишуа говорит здесь очень важные темы. Почему налоговый инспектор приходит к нему? И это непосредственно связано. В первой притче мы видим, что пастух он отражает в себе Ишуа. Почему здесь же Ишуа говорит о женщине? Почему здесь он говорит о женщине, которая ищет? Знаете, это лично мое мнение, если в первой притче Ишу отображается как пастырь, как сын, отображается как пастырь, последней притче, третьей, отражается как Отец Небесный, то можно предположить, это мое личное предположение, что женщины вообще-то эмоциональные существа. Не правда ли, да? Мы, мужчины, не сильно радуемся или как выражаем свою радость, когда мы что-то нашли. Когда мы что-то нашли либо что-то потеряли, мы в себе тихо, тихо, спокойно, меньше эмоций, разве что когда мы дебоширим чуть-чуть, мы можем поделиться своими эмоциями. Кому-то надавали, там как бы сразу мы герои такие, где-то была история, где бы жизнь или смерть, и мы тогда с эмоциями можем рассказать друзьям, но не тогда, когда мы что-то нашли. Женщины очень сильно эмоциональны, особенно когда что-то находят, они начинают кричать и радоваться, что они нашли эту вещь, так долго искали и все нашли. Я замечаю на своей жене, что ей нужно обязательно эту вещь найти, которая вот захотела она найти ее, она весь дом перевернет. она будет искать как сегодня телефон, то пошла в одно место, то машину, то еще другое, и все нашла. Только нашла телефон, такая улыбка радостно побежала наверх, все, телефон нашла. Знаете, я бы сказал, все нормально, нашел бы, положил бы в карман и никаких эмоций. Почему я говорю об этом? Радость это эмоции, смех это эмоции, слезы это эмоции, тревога это эмоции. И я думаю, что когда Писание говорит о Боге, не делает его мужским или женским родом, но хотя Бог иногда Писание говорит, что он обеспечитель в женском роде, и поэтому Дух Святой является тем эмоциональным переживанием того, что мы с вами ощущаем. Мы с вами также ощущаем это, когда мы грешим, Дух Святой он оскорблен, а это эмоции. Когда приходит состояние радости того, что ты прощен, это эмоции, Дух Святой напоминает нам об этом. Мы также не должны упускать из виду то, что десять девиц, которые были притчей, помните, пять мудрых, пять неразумных, у всех в них масло было. Масло всегда это представление как Духа Святого. Здесь в этой притче говорится о том, что то, что Ишуа говорит о женщине, которая вышла искать Драхму, она зажгла свой светильник, сделала свет. Дух Святой всегда освещает темные места, потому что Дух Святой пришел в этот мир, чтобы обличить этот мир во грехе, правде и о суде. Поэтому здесь интересная притча сама по себе, что открывает другую сторону, и Дух Святой же, Он направляет нас на покаяние, мы не можем человека заставить покаяться. Дух Святой только обличает, и Он подталкивает нас на покаяние, и когда мы раскаиваем в своих грехах, то, что освещает Дух Святой в нашей жизни, мы каемся, приходит облегчение, приходит переживание, приходит понимание, что Бог тебя простил. И Яков пишет, 4 глава, 5 стих, или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий вас. Ревность это переживание, это эмоции, это нечто, что внутри нас. Поэтому, когда мы говорим о Духе Святом, мы можем понимать, что эта женщина представляется как Дух Святой. Мало того, она нашла эту серебряную монету. Серебряная монета всегда говорится о ценности, вернее, как бы сказать, желанное. Ишуа искупил нас, за него было заплачено серебром. Серебро всегда было чувством или чувством платежа, искупления, платилось серебром. Мало того, на этой монете была гравюра того руководителя или же царя, во время кого это все было сделано, эти монеты. Смотрите, приносят Кишуа монету, или приходят и спрашивают его, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли нам давать, подать кесарю? Многие из нас тоже могут такое спросить, позволительно ли нам сегодня в это время давать налоговую наши деньги, которые нам нужно дать? Скажу так, как сказал Иисус в ответ, дайте мне что? Монету. И потом, что изображение на ней? И говорю вам, так отдавайте кесарю, 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 а Божию Богу. Мы с вами отображение нашего Творца. Мы сотворены по образу подобию ему, его, вернее. Так у меня вопрос, чей образ мы несем? Чей образ мы несем? И если эта женщина ищет потерянное, она ищет не просто то, что ей дорого, а то, что отображает царство того, кому она принадлежит. Услышите? Значимость и ценность вещи заключается в том, сколько за нее дадут денег. Вы слышите, нет? Что за нее будет заплачено? Некоторые картины на аукционах уходят по 100 миллионов. Вы скажете, картина. Что это? Ценность ее заключается не только на сколько она старая, а кого она отображает. Личность. И эта личность сегодня вы, за вас ваша цена, ваша ценность, она заключается в том, сколько за вас заплатили. Если мы это поймем, услышим, что отец любит нас сильно. И последнее, страдание отца заключается в его детях, когда он понимает, что они уникальны. Уникальность, она очень удивительная вещь. Мы с вами не похожи друг на друга. Если позволите, то я могу предложить вам одну из последних версий моей притчи, третья притча об двух блудных сыновьях. Вернее, об одном сыне блудном, а другом праведном. Извините, в прошлый раз мы говорили о праведном старший сын, что он чувствовал, что он праведен. Если вы посмотрите, что в этой притче, в начале Ишуа отвечает фарисею и книжнику, фарисеям и книжникам, на то, почему он скушает с грешниками и с мытарями. Как вы поняли, что я уже сказал о том, что пастырь добрый, он ложит или отдает свою жизнь за своих овец. И что в первой притче говорится о потерянных людях, о тех безбожниках, за которых Ишуа умер и платил своей кровью. Бумы говорят о грешнике. Потом мы говорили о том, что есть женщина, которая искала свою монету. Это больше относится к налоговой инспекции или же к мытарям. Это лично мое усмотрение. Третья притча говорится о фарисеях и книжнике. Кто из них старше, кто из них младше, это лично решение ваше. Я не пытаюсь выманить какое из них. Но обращение идет как раз вот здесь. У отца было два сына. Один книжник, а другой фарисей. Старший и младший. И говорит, дай мне мое имение. И конечно, Бог дал Тору заветы, дал праздники, дал им все. Кто из них что потерял, я не знаю. Это все лишь моя догадка. Это мы лично усмотрели. Но все же я хочу читать то, что Бог мне еще открыл об этом последней притче. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую часть имения. Отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел дальнюю стороной. Там расточил имение свое, живя распутно. То есть как угодно, расточительность, безнаказанно он это сделал. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. Пошел, пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. Он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никогда не давал ему. Придя же в себя сказал, сколько наемников отца моего избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба перед тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал, пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, побежал, пал ему на шею и целовал его. Отец ждал сына. Каждый из нас уникален, каждый из нас не похож друг на друга и в этом есть Божья заслуга. Каждый из нас драгоценен Богу индивидуально. Дорогие, индивидуально. Я хочу сейчас сказать одну историю, ну не историю, пример привести. Может он коснется многих из вас или нет. Но я хочу сказать, что у нас с Татьяной никогда не было состояния, что мы теряли детей. Мы не теряли детей. У нас даже не было выкидыша. Поэтому сочувствие к тем людям, которые пережили потерю детей или выкидыша. У меня лично сострадания не было. Если зацеплю вас этим примером, не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Поэтому пережить это сложно. Но я видел, как люди не только теряли детей, когда они убивали с горем, но даже когда они вынашивали долго-долго ожидаемый плод, и он был, как бы сказать, срыв был, они теряли этот плод. Они за ним плакали, как за своим, как за живым. И это ценно перед Богом. Я считаю, что так оно и есть. Эти дети, которые не родились по причине выкидыша, они живые были. Знаете, однажды мне Бог меня обличил в таком состоянии. Потому что для Советского Союза такие дети это просто было, как бы сказать, часть отработанного сырья, вот такое больше. Никто на это не обращал внимания. Пошли дальше. Типа, слава Богу, не было детей. Но в сущности, когда однажды одна семья потеряла ребенка через выкидыш, горе было у них сильно, хотя у них были дети, я принес свои соболезнования. И знаете, оно внутри сказал, подожди, какая разница, у них дети есть, захотят себе иметь еще детей и еще будут иметь, ну какая разница в этом, чего убиваться горем. И в этот момент, когда я почувствовал, что Бог говорит, каждый ребенок для меня уникален. Мне неприятно было, что я так подумал. Ничего страшного, да, вот типа, но услышьте, Бог говорит, что я соткал тебя в отшиве матери твоей с уникальным отпечатком пальцев, которое до тебя не было и после тебя не будет. У каждого из нас свое ДНК, которого не было до нашего рождения и после нашего рождения не будет. Каждое это ДНК, каждый отпечаток, это как имя, которое записано в книге. До вас не было таких и после вас не будет. Богу вы не безразличны, вы уникальны, Он хочет, чтобы вы были всегда с Ним. Послушайте, нам не легко думать о том, что мы потеряли детей. Для Бога этот сын, который был потерянный, отец, для отца, который видел потерянного сына. Он был уникален. За него болело сердце, как за каждого из нас. Если мы с вами думаем о любви Божьей, чаще всего мы думаем о любви всецельной, глобальной любви Божьей. Поэтому мы говорим, и вот так возлюбил Бог мир, что Он отдал своего сына за всех. Но мы не так часто думаем о том, что Бог любит меня лично. что чем-то я может быть не совсем уникален. Услышьте, вы личность, которую создал Бог, которую Он хочет отыскать, которую Он хочет благословить, Он хочет назвать тебя сыном и дочерью своей, по имени Твоему. Он заинтересован, чтобы мы не были потерян, он заинтересован, чтобы мы были Его детьми, чтобы мы следовали Царство Небесное, как и Он запланировал через Своего Сына. Если мы с вами посмотрим на весь мир, как Он чудесно сотворен, как уникален Он сотворен по всех этих в мире животных, посмотрите, как Бог уникально сотворил всю Вселенную, моря, океаны, горы, леса, зверей, все это, посмотрите, и этим Он руководит всем абсолютно, Он в совершенстве знает и тебя. Посреди всего этого творения, мироздания, Он ищет тебя, потому что Бог заинтересован в человеке. Вот в чреве матери Он сотворил тебя, и ты уникален. Вот почему отец стоит на улице и ждет своего сына, потому что он уникален в своем роде, и ему никогда не хочется потерять то, что Бог ему дал. Эти все три притчи, которые говорит Ишуа, имеют одно послание, послание любви к тем, кто пропал, кто исчез, кто, может быть, заблудился. Последние притчи, которые я вот говорил, есть небольшая разница между первым и второй. Если в притче первый пастух он искал свою овцу, находит и приносит на плечах ее домой, если женщина зажигает лампу и метет дом, чтобы найти то, что она потеряла, то отец ждет сына. Он не пошел за ним в поиски, он не пошел его отыскивать, он не пошел его принести на своих плечах. Почему так? Потому что у этого сына есть выбор. У него есть выбор. Выбор в том, чтобы вернуться. Какая же борьба отца? В чем отец все время борется? В чем он страдает? Я вам скажу честно, в ожидании. Я всегда борюсь с тем в ожидании, что будет с моими детьми. Мне очень часто не хочется всовываться и влазить в их дела. Как отец я понимаю, что я могу помочь им много, но их желание впустить меня в свою жизнь и желание, чтобы услышать мои наставления, они зависят от них. Отец, как и все остальные, он искал сына. Каким образом? Он выходил навстречу. Потому что написано, когда он увидел его сдалека, он побежал к нему и пал ему на его плечи или на его шею. Он стоял и ждал. То есть глаза его были устремлены, чтобы найти сына. и все же, услышите, и все же насильно мил не будешь. Отец искал его, но не мог пойти забрать. Он не мог пойти заставить его прислушаться к его желанию. Фактически, если бы даже это случилось, если бы физически тело сына младшего было бы дома, но его мысли были бы с его друзьями в баре, в развлечении, в разврате, в сожжении своего имения, которое было, его сердце было бы потеряно в любом случае, потому что физически он может находиться здесь, а всеми мыслями, чувствами, переживаниями быть там, где ему хочется быть. Поэтому Отец Небесный, Он ожидает людей, чтобы они сами самостоятельно пришли. О чем я? сегодня у нас последняя проповедь на эту тему. Однажды с моим братом, младшим братом, много что случалось, мы получили письмо, что он женится. Я чувствовал, как Бог говорит, пойди, поедь домой, еедь домой к моему сыну, к твоему брату, пойди скажи ему, что я его люблю, что ему не нужно убегать от меня, что даже если он так вот, будем говорить, может быть, специально просто идет в церковь и там быть сочитанным в церковной литургии, он не убежит от меня, что он должен встретиться со мной. Мы, конечно, поехали с женой и своим младшим сыном, Джашево, поехали туда, в Хмельницкий, он тогда был неверующий, мой брат, он очень плохо жил, вместе с его поведением и так далее. Мне пришлось встретиться с ним и сказать, я приехал сюда, потому что Бог меня послал к тебе. Независимо, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, хотя ты чувствуешь себя блудным сыном, стоя в церкви, не забудь, что Бог ждет твое возвращение, Он хочет, чтобы ты вернулся. Ты же знаешь, как быть в Доме Божьем. Он мне сказал, что время придет, но через время я узнаю, что он и его жена пришли к Богу, то есть они вернулись к вере. Вы знаете, для меня это пример того, что как бы ты себя не чувствовал в себя, блудным сыном, возвращаясь домой, Бог хочет тебе сказать, независимо, где ты был, что бы ты ни делал, я приглашаю тебя домой. Не чувствую, что ты отброшен. Я ради тебя заколю большого теленка. Ради тебя я сделаю праздник и веселья. Ради тебя я это все сотворю. Ишуа заплатил за нас жизнью своей, для того, чтобы мы были найдены, прощены в своих грехах. Святой Дух обличает нас, освящая нашу жизнь, для того, чтобы найти наше отождествление, на кого мы похожи, чтобы мы увидели, на кого мы похожи. И Отец Небесный сегодня просто тебя ждет домой. Он ждет тебя. И я бы хотел сегодня обратиться к тем людям, которые может себя чувствуют, как этот блудный сын. У меня все было в жизни, я ни на что не нажаловался, но мне захотелось других ощущений. вам может быть стыдно прийти в Божий дом, но вы сегодня здесь, потому что Бог обращается к вам. Что бы ты ни делал, где бы ты ни был до этого, хочу сказать тебе, за все твои грехи заплочено одной кровью. Они прощены. Все, что тебе нужно сделать, сделать шаг веры и сказать, я дошел до ручки. В доме отца у Бога отца есть много подарков для меня. Я знаю, что Бог милостивый, любящий, я, может быть, не достойно зваться сыном, но я хочу прийти и пережить его заново. к тем, кто может быть давно верующий. Скажи мне, кто ты? Ты сын Драхма или же потерянная овца? Хотя я понимаю, что сленг овца, она жесткая такая. Но я обращаюсь сегодня к вам. кто ты? Сидя в этом доме, в этом зале, ответь себе на этот вопрос, кто ты? Смотря на свою жизнь, на свое переживание с Богом, кто ты? Сын Драхма или же овца? Это место сегодня открыто для нас. все три были потеряны. За всех троих заплачена цена. Сегодня Бог ожидает нас. И я хочу сказать всех с понятием того, кто мы, кто я. старшим сыном фарисея или книжник. может, ты знаешь много Торы, все праздники можешь назвать, литургия у тебя отпрыгивает от зубов, да, от этого. но ты смотришь на то, что приходят в эту общину грешники, блудники, наркоманы, непрофессионалы и думаешь, а что вообще я здесь делаю? Ты здесь, чтобы встретиться с Богом? И община это место, где есть встреча с Богом. Давайте мы сейчас встанем наши ноги. Я обращаюсь сегодня к вам. не упустите этот шанс. Не упустите этот шанс. Если вы никогда не принимали Ишуа личным Спасителем, знайте, что за вас умер Мессия. Он ради вас оставит 99 не нуждайся в покаянии. И он пойдет найдет свою овцу, потому что вы его. И он принесет вас на своих плечах. Почему? Потому что на его плечи был возложен крест страдания и мучения. грехов. А без пролития крови нет прощения грехов. И сегодня я говорю вам, обращаюсь к тем, кто смотрит нас по интернету. Тебе нужен Ишуа, тебе нужен Господь, тебе нужно прощение, тебе нужно примирение с Богом Отцом. Для этого Иисус пришел примирить нас. Для тех, кто может быть имеет отражение Божье. Вы чувствуете, что вы как драхма, серебряная драхма, любимая Богом. Вы чувствуете, что вы похожи на Господа, то есть отображение Его ипостаси. Но вы затеряны, попали где-то в щель ваш полок Божий, вода такого. И вы думаете, кто меня найдет? Кто меня отыщет? Кому я уже нужна или нужен? Дух Святой на этом месте, чтобы зажечь свою лампу. Лампу, чтобы сделать свет, проявить это. Он начнет из вашей жизни выметать всякую ерунду. ожидайте, что Он возьмет в вас свои руки и скажет порадуйтесь со мной все. Если эмоционально Он вас изменит и скажет радуйся, испытай радость Духа Святого, переживи Его. Может вы настолько потерянны, вам нужно вас найти таким образом и этот Дух Святой зовет вас. И последнее. Вы давно верующий. И вы скажете, Рэбе, вы не хотите знать, что я делал. Хотя я здесь нахожу на мое сердце далеко отсюда. Я думаю, где бы пойти напиться у колодца или чтобы что-то еще сделать. Бог говорит, вернись домой. Я тебя жду. Я хочу использовать тебя. Ты мой, ты куплен, ты мой. Я для вас предлагаю простую вещь. Для всех трех категорий людей, если вы чувствуете, что вам нужно примирение с Богом, во время поклонения давайте выйдем. Давайте мы представим себя Богу и тех, кто в интернете, я прошу вас, если Бог прикоснулся к вам, встаньте возле своего стула на колени и скажите, Господь, ты мне нужен. Я возвращаюсь домой. Я вдоволь нахлебался от этого мира. Я расточил все, что я имел. Я иду домой. Папа, жди меня. Я иду домой. Я возвращаюсь туда, где мой дом, где есть братья, где есть милость, есть хлеб жизни. Я возвращаюсь домой. и я вам говорю, это место сейчас открыто для нас. Давайте пойдем к Нему, неся наше покаяние. есть еще .